Вы устали от высокотехнологических лопат, которые не помещаются ни в один карман, но при этом в современном мире без телефона никак нельзя ходить с Nokia 1100, как там Мовитон? Всем привет, это интернет-магазин Photos, я Юля, и сегодня я представляю вам маленькие телефончики, прямо-таки мини-смартфоны от компании LG, в которые, несмотря на их компактный размер, умудрились поместить все, что нужно современному человеку от смартфона. Этот телефон от этого отличается только наличием сим-карт, здесь она одна, а здесь их две, ну и внешним видом, конечно. Как раз вот с него давайте и начнем. Во-первых, в глаза бросается компактность аппаратов, такие смартфончики из кармана не торчат, в метро лишнее внимание не привлекают. Экран с малюсенькой диагональю 3,2 дюйма и совсем уж детским разрешением в 240 на 320 точек может быть не совсем привычным по удобству, да к тому же еще и прикрытый пластиком, который быстро собирает царапки. Но, если честно, и к таким размерам привыкаешь быстро, скрывать нечего. Во-вторых, телефончики внешне различаются. Односимник получился более угловатый и претензиозный, крышка располосована под шлифованный металл, но фигушки там, это пластик. Хотя и добротный, но пластик. Никакого люфта зато в сборке не заметили. Есть две сенсорные кнопки с подсветкой и одна механическая с веселенькой разноцветной LED-подсветкой. Нам последнее время так и везет на радужную индикацию событий. В зависимости от действия или события радужка светится разными цветами и это не может не вызывать умиление. Двухсимник получился совсем круглобоким и внешне кажется малюткой, но это все оптическая иллюзия. Нам достался белобрысый, хотя есть и другие цвета, конечно. Здесь пластик не шифруется, на спине он рисуется под соты, но мы ему это прощаем, потому что прикольный на ощупь. У двухсимника четыре сенсорные клавиши. Назад, главное, меню и переключение симок. Как по мне, не очень удобное исполнение. Во-первых, по запаре можешь завтыкать и не переключить карточки, а во-вторых, случайные касания тоже могут случаться. И все, на этом различия закончились. Принцип работы двух сим-карт на этом телефоне предельно прост, потому что стандартен. В режиме ожидания здесь доступны обе сим-карточки, а вот если вы уже разговариваете по одной, то вторая будет по за зоной досяжности. Подключить интернет и всякие другие приколюки можете на любую из имеющихся сим-карт. И дальше пойдет обзор совместных внутренних кайфушек. Не думайте, что если это обновление старой модели, то вам придется довольствоваться Android 2.3. Нет, Android 4.1 плюс фирменная оболочка Optimus 3.0. Вот какое счастье будет вам доступно. Единственное, что вы не сможете на этом телефоне открывать приложение в режиме совместных окон, как это бывает на других Optimus, но вот все остальные привилегии к вашим ногам. Железо составляющее этих лыж оказалось не для икроманов. Вот так новость. Зато этого будет с лихвой хватать для посиделок в интернете, чтения утренних новостей и даже запуска двухмерных игр, если вам все-таки захотелось играть во что-нибудь, кроме Bubble Brick, конечно. Лучше сходу установить новый проигрыватель, потому что штатный не захотел показывать видео вообще. Никакое. Да, кстати, помните про разрешение экрана и даже не пытайтесь запустить здесь видео в HD разрешение. Ключить будет Unrebel. И да, еще одно. Телефоны не поддерживают MP4 форматы. Зато все эти недостатки перекрываются результатами работы аккумулятора, потому что на деле с максимальной загрузкой и максимальной яркостью вы получите 6 часов автономной работы. Уменьшаете яркость, продлеваете жизнь смартфон. В повседневной жизни двухсимник я заряжала раз в 3-5 дней, а односимочного телефона так вообще практически на неделю хватало. Повторюсь, секрет кроется в том, что очень маленький экран, не хочется лезть в соцсети и батарея живет практически вечность. Это с тем, что я люблю засесть на часовой разговор по телефону, постоянно держу GPS включенным, чтобы не потеряться и, конечно же, читаю новости. Не стоит забывать и о камере, потому что она есть. И, что скажу, целых три мегапикселя. Несколько лет назад это казалось пределом мечтаний, но у времена Unrebel в современном мире три мегапикселя это практически ничто. Я уже вижу, как вы, люди по ту сторону экрана, недовольно морщить свои носики. Ну, мне все равно надо еще добавить, что у нее нет ни автофокуса, ни вспышки. Несмотря на это, она старается на пределе своих возможностей, даже умеет снимать видео, но все равно многого я бы от нее не ждала. Звук оказался громче ожидаемого. И хоть это не что-то сверхъестественное, зато вполне приемлемое. Когда едете в метро, использовать смарт в качестве плеера можете смело. Он легко коннектится с любыми наушниками. Еще плюс к тому же обладает рядом аудиоэффектов, чтобы улучшить звучание. Предполагаю, что такой смартфон подойдет в качестве второго телефона в дополнение к, если вы едете куда-то, где вам не нужна камерафонная интернет-лопата. К примеру, в деревню там, картошку копать или на рыбалку. Или в качестве основного телефона, если вы похожи на мою тетушку, которую наличие интернета в телефоне раздражает. Она им никогда не пользуется, но при этом телефон ей нужен постоянно для сообщений, для звонков и для не самых примитивных игр. Как обычно, тестируя подобного рода телефоны, я советую нам всем вспомнить те немногочисленные минусы, которые мы в этом телефоне нашли. Это слабоватый экран, плоховатая камера, отсутствие датчика освещенности и закрыть на это глаза. Потому что за 850 и 950 гривен у вас будет стильная, красивая, компактная трубка, у которой есть коммуникации, интернет, игрушки и даже возможно две сим-карты. И прежде чем вы сорветесь с места от своих мониторов, побежите в магазин, я говорю вам пока, ставьте лайки и не забывайте, что ваш выбор всегда остается за вами. Субтитры сделал DimaTorzok